Здравствуйте! В эфире первого городского проект «Место происшествия». В студии Алина Котрихова и сегодня в программе. Неудачно выехал на дорогу. Один человек получил травмы в результате ДТП на Октябрьском проспекте. Продал пистолет. В Кирове осудили 27-летнего торговца оружием Олега Маевского. Вспыхнул холодильник. Неисправная бытовая техника стала причиной пожара в квартире на улице Павла Корчагина. Агрессивное вождение. Да вы здесь нехренатый цирк расстроили. Камеры какие-то. Че он? Уходит что ли ездит или че? Такая разница. Да большая разница. На улице Карла Липнихта сотрудники ДПС задержали водителя пола с номером 812. Один человек получил травмы в результате ДТП на Октябрьском проспекте. Там водитель Ауди сбил пешехода. Подробности этого и других дорожных происшествий в рубрике «Обзор аварий». Слово моему коллеге Сергею Пичугину. Авария произошла 18 марта днем на Филейке у площади АвиТек. По предварительным данным ГИБДД, 53-летний водитель Ауди выезжал с прилегающей территории и слишком поздно заметил пешехода, который переходил дорогу по линии тротуара. 58-летний мужчина получил травмы. Медики оказали ему помощь. В поселке Костино пострадал еще один пешеход. По предварительным данным полиции, 37-летний водитель Волги двигался задним ходом и сбил 65-летнюю женщину. Пострадавшей понадобилась помощь медиков. Днем на улице Пугачева создал затор водитель газа. По предварительным данным ГАИ, он отвлекся от управления и не заметил учебную ладу Гранта. Пострадавших нет, у легковушки повредился бампер. На улице Комсомольской столкнулись еще два автомобиля. Это пятидверная Нива и ВАЗ 12-й модели. Автомобили получили повреждения. Информация о пострадавших уточняется. В Апарино перед мостом в ДТП попал водитель лесовоза. Мужчина не справился с управлением и вылетел за пределы трассы. В этой аварии нет пострадавших. Сергей Пичугин, место происшествия. В Кирове осудили 27-летнего торговца оружием Олега Маевского. Мужчина нашел пистолет отчима ИШ-79-8 и решил его продать. Покупателей Олег выбрал крайне неудачно. После продажи пистолета его поймали оперативники МВД. Олег думал, что пришел на сделку. А как выяснится позже, он оказался на проверочной закупке в рамках уголовного дела. Перед тем, как поймать Олега с поличным, участники оперативного эксперимента присмотрелись к огнестрельному товару. Пистолет марки ИШ-79-8 серии Тор 1997 года, калибра 8 мм. Олег взял его у отчима. Это оружие было переделкой. Был удален рассекатель ствола и увеличен внутренний диаметр патронника. Для такого пистолета подошли бы только самодельные патроны. Переделки, они ненадолго потают. Кто на суку ходит? Без понятия, ребят, без понятия. Сбыт указанного огнестрельного оружия проходил под контролем сотрудников органов внутренних дел в рамках оперативно-рызывного мероприятия «Проверочная закупка». В результате указанной сделки осужденный получил 4000 рублей за сбыт огнестрельного пистолета, после чего был задержан сотрудниками полиции. Сколько? Четыре зуба, да? Другой полный там. Чтобы не привлекать внимания. Вышел, вышел от машины! Вышел от машины! После задержания отрицать свое вино Олег не стал. За продажу пистолета ему грозило до 4 лет тюрьмы. Впрочем, в суде учли смягчающие обстоятельства. Ленинским районным судом города Кирова при назначении наказания осужденному учены смягчающие наказания обстоятельства, которым суд отнес полное признание осужденным своей вины, активное способствование расследованию преступления, раскаяния в садинном, а также наличие у него несовершеннолетних детей на иждивении. Кроме того, учены данные личности осужденного, в целом положительные характеристики по месту его учебы и работы. В итоге суд назначил Олегу Маевскому 8 месяцев ограничения свободы. Приговор вступил в законную силу. Михаил Вагин. Место происшествия. Вы смотрите проект «Место происшествия». Мы продолжаем выпуск. Неисправный холодильник стал причиной пожара в квартире на улице Павла Корчагина. Бытовая техника вспыхнула, кухни и комнаты закоптились. Все подробности в рубрике «Сводка». 15 марта в микрорайоне Озерки в квартире на улице Павла Корчагина произошел пожар. Утром хозяйка ушла, а когда вернулась через полтора часа, увидела, что холодильник обгорел, кухня и все комнаты закоптились, а натяжной потолок оплавился. Проверка показала, что причиной пожара стал аварийный режим работы холодильника. Пострадавших нет. В Кирово-Чепецке на улице Некрасова загорелся УАЗ ППС. Огонь вспыхнул под капотом машины. Сотрудники полиции вышли из автомобиля и вызвали пожарных. Документики, главное, забрали. Гори она. Полицейские оцепили территорию. Сначала на место приехал один пожарный расчет, затем на помощь прибыла вторая машина спасателей. К этому моменту открытый огонь удалось потушить. Волонтеры и полиция разыскивают в Кирове 14-летнего Алексея Кривошейна. 18 марта подросток ушел из дома и не вернулся. Если вам известно местонахождение Алексея Кривошейна, позвоните по телефону на экране. Алина Котрихова, Место происшествия. Устроил гонки в центре города совершенно трезвый водитель Volkswagen Polo с номером 812 на улице Карла Липнихта. Эта машина часто звучит в ориентировках, а рулевой авто выделяется агрессивной и опасной манерой вождения. Правда, на этот раз автомобилем управлял друг лихача. Кстати, тоже любитель быстрой езды. Сергей Пичугин пообщался с приятелями и выяснил, в чем смысл таких гонок. На перекрестке улиц Провсоюзная и Карла Маркса водитель Белого Пола повернул без поворотника и на высокой скорости. Полицейские решили остановить машину. Водитель Пола игнорировал все сигналы полиции и не всегда притормаживал на перекрестках. Volkswagen не только не останавливался по требованию, но и ускорялся. Не доезжая до улицы Преображенской, лихач свернул во двор. Беги, следующий участок. Останавливаемся. Что случилось? Здравствуйте. Я с комендир взвода, старший изданал по валим документам. Почему не подчиняетесь? Я видел. Я видел. Это моя машина. Ваши документы. После остановки водитель Вадим заявил, что сигналов об остановке не слышал. К месту подошел и хозяин Пола Анар. Что он нарушил? Вы не остановились по требованию сотрудника полиции? Не слышал он. Он не слышал. Во-вторых, на перекрестке улицы Карла Марса, Просоюзная, вы совершили левый поворот за аварийную ситуацию на дороге, подрезав два автомобиля. Меня в том числе и соседний, который двигался по левой полосе. Дорога скользкая, тормозить не мог. У вас нет самого полиции, обязательно стартование. Это связь. По словам Вадима, он взял машину у друга, чтобы отвезти девушку до дома и ехал в привычном для него скоростном режиме. Громко говорящего спроса. У меня даже музыка не играла. Я ничего не слышал. У меня даже музыка не играла в машине. Как выяснилось, на эту машину часто поступают ориентировки. В основном из-за агрессивного вождения. Как, например, зимой на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Азина водитель пола зашел в поворот с помощью ручника на красный сигнал светофора. Пока ему везет, своей ездой он никого не убил, но, скорее всего, это лишь вопрос времени. Собственник автора сказал, что тогда за рулем был не Вадим, а около двух месяцев назад водитель белого флитцвагена устроил занос на пешеходном переходе. Рядом находилась остановка с людьми. Судя по повреждениям на пола, не все его заносы заканчиваются без происшествий. На Вадима составили протоколы за невыполнение требований об остановке из-за отсутствия страховки. Это два штрафа по 500 рублей. Сергей Пичугин, Место происшествия. В эфире проект Место происшествия. Мы продолжаем выпуск. На улице Московская камера зафиксировала, как Солярис въехал в Калину. Об этом и других дорожных происшествиях в рубрике «Видеорегистратор». На улице Московской водитель Калины пытался покинуть перекресток, но в него въехал Солярис. По данным полиции, женщина-водитель Соляриса должна была уступить дорогу Калине, но, скорее всего, она даже не видела этот маневр. На улице Сурикова водитель Киа торопился припарковаться задним ходом и не убедился в безопасности маневра. На улице Лепсе водитель Камри совершил запрещенный разворот. Нельзя разворачиваться, сука, урод! На улице Луганской водитель Опеля жестко подрезал машину с камерой. При въезде в поселок Садаковский владелец регистратора едва не столкнулся с «Ниссаном». На улице потребка операции дерзкий водитель десятки объехал затор и повернул из правого ряда налево. На улице Некрасова Порше Каен с прицепом катался по тротуару. Вместе с пешеходами он переезжал дорогу. Зачем водитель проехал по кругу по тротуару, автор видео не уточнил. Возможно, нарушитель не нашел другого способа развернуться. Михаил Вагин. Место происшествия. Или проследит за проектом в Инстаграме и Телеграме. А у меня на этом все. В студии была Алина Котрихова. До встречи. Алина Котрихова. Редактор субтитров. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Алина Котрихова